Вы смотрите отзыв об отеле Юкока. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Моделькина, который был в нем в 2009 году. Новый год в Праге 2008-2009. Сначала об отеле. Расположение отличное. Юкока находится в самом центре Праги, на Карловой улице, в паре шагов от Староместской площади, в номерах, бедненько, но чистенько, комната достаточно просторная, высокие потолки, недаром отель располагается в здании бывшего дворца. Нам достался уютный номер в мансарде с панорамным видом, в номере тепло, отопление регулируется самостоятельно, удобно, уборки и так далее стандартные за доп. Плату отель предоставляет трансфер. Завтраки средние, не очень большой выбор для четвертых звезд и не всегда вовремя пополняли запасы. Но в целом от отеля положительное впечатление. Не упускайте случая делать добро, если это не грозит вам большим исчерпом. Не упускайте случая выпить, ни при каких обстоятельствах. Марк Твен. Моему самому нетрезвому отпуску посвящается. Знаете, что для меня зимняя Прага? Нет, но, конечно, помимо веселого новогоднего безумства, бесконечных прогулок в разномастной толпе, обжигающего уличного глинтвейна, забойных пивняков и прочего, прочего. Так вот для меня зимняя Прага – это, прежде всего, несколько минут ночью на Старомесской, когда, остановившись на безлюдной площади, я подняла голову и замерла, наблюдая, как в абсолютной нереальной тишине в чернильном небе в свете прожектора, освящающего храм Девы Марии перед Тыном, застыл снегопад. Честно-честно, снег не двигался, и вокруг не было ничего. Кроме этого сказочного луча на фоне башни храма, было безумно обидно, что эту картинку нельзя запечатлеть, ни на фото, ни на видео, пришлось всматриваться в нее долго и пристально, чтобы сохранить этот сказочный кадр хотя бы в своей памяти. В кармане заверещал мобильный, и вдруг все включилось, мокрые от снега волосы прилипли к лицу, на улицах послышались голоса гуляющих полуночников, из труб на крышах повалил дым, картинка снова задвигалась, прибытие поезда на вокзал Лосиото состоялось, братья Люмьер, будьте прокляты, ибо научили картинке жить своей жизнью. И не надо меня спрашивать, сколько я перед этим выпила, все равно ведь всем известно, что Прага, самая мистическая столица Европы, ты ж была в Праге, че ты там не видела, мучили меня друзья, была давно и летом, а теперь хочу зимой, хочу шумного нового года, хочу прогулок по морозу, хочу чешского пива, другого я не пью, вы ж знаете, хочу в Крумлов и Кутнугуру, да, докультурную программу тоже хочу. Сказано, сделано, почти все 31 декабря мы летели, в результате недоразвитости некоторых авиакомпаний, подробнее о доблестном аэрофлоте тут, лететь пришлось компанией Белавиа до Минска, а уж оттуда до Праги чешскими авиалиниями. Белавиа, самая мужицкая авиакомпания в мире, я периодически летаю по миру, но так радикально не сажают самолеты нигде, за 7 минут 50 секунд объявленных до посадки, честно, я засекала, самолет жестко, прямо по вертикали сел на бетонку международного аэропорта города Минска, почему слово международного, написано заглавными буквами, да потому что он везде международный, в туалете на унитазе, международный, на раковине, международный, на фигне с жидким мылом, международный. Само здание аэропорта, эдакое советское административное учреждение, гулки и пустые коридоры, эскалаторы не работают, чемодан тащится на себе по лестнице с первого на третий этаж, а вокруг поле чистое, ин и КГО. Хочешь, подружайся в кресло перед телеком, хочешь, иди гуляй, хочешь, закатывай обед в ресторане, потому что за тысячу российских рублей там дают 74 тысячи белорусских, а на них жуть как много можно чего купить, мы успели все, ибо между рейсами у нас было 5 часов. Короче, Минский аэропорт, отличное начало отпуска. В общем, летели мы, летели, и наконец, прилетели. По-быстрому заселились в отель, встретились с друзьями, уже поджидавшими нас в Праге и выдвинулись в город. Как и ожидалось, большинство ресторанов вечером 31-го закрыты на спец. Обслуживание новогодних банкетов, но, тем не менее, место для обычного ужина можно отыскать. Встретив в кабаке Новый год по Москве, мы отправились на Старомесскую. Итак, что такое Новый год в Праге? В предновогодние часы народ дружно слоняется по улицам в предвкушении праздника. Попивая водяжное горячее винцо, предосмотрительно продаваемое прямо на улице, ближе к полуночи толпы распределяются по площадям. Вацлавской и Старомесской. Мы дислоцировались прямо под ратушей, кстати, идея отмечать наступление праздника шампанским была зарублена на корню, не сезон. Однако, прохладные напитки распивать в новогоднюю ночь в Праге был приличный минус, поэтому сразу перешли к чему покрепче. Ровно в полночь город наполняют радостные крики на всех языках в перемешку со взрывами петард, фейерверков и салютов, какое-то время это действо находится под контролем полиции. Взрывы, организованы, народ относительно треск, самое время слинять из толпы, что мы и сделали, говорят. Потом творится ужас-ужас. Пару раз забегали в номер и видели, как наши соотечественники в отеле-ресторане встречали Новый год. Как говорил один сюрреалистический персонаж, душераздирающее зрелище. Меня же потянуло к прекрасному и мы пошли, по-моему, к грачанам, да куда в итоге дошли не очень помню, ибо запасы у нас были неиссякаемы, но в отель мы вернулись лишь под утро. Однако сон алкоголика, как известно, крепок, но не долг. Посему, проснулись мы очень рано и чтобы прийти в себя, сразу отправились гулять. Прага только-только начинала просыпаться и приводить себя в порядок после безумной ночи. Таким тихим и безлюдным город бывает только на рассвете или 1 января, и это стоит того. Ближе к 12 народ стал выползать из отелей. Стали открываться рестораны и даже появились бодрые экскурсоводы, ведущие за собой группу сонных замерзших неопохмелившихся туристов. Причем туристы ненавидели экскурсовода, а экскурсовод ненавидел туристов за невозможность опохмелиться друг из-за друга. Туристическая жизнь города пошла своим чередом, и у нас в том числе, днем отдых культурный, вечерами. Вечерами, конечно, пиводибу стационный. Ни в каких экзотических местах в Праге не были, просто гуляли по городу по всем известным маршрутам, а через день выезжали за город. Первым по плану был город Кутна-гора. Эздили на поезде с главного вокзала, поэтому сразу пошли в костине ЦЭО. Я не люблю фотографировать подобные вещи, но в реале меня очень впечатлило, несмотря на то, что ощущения неоднозначные, одновременно и жутко и грустно и светло. Не знаю, как еще описать. Но, внушает. Пока шли до центра города, повалил потрясающий снегопад. В городе всюду указатели к основным достопримечательностей, заблудиться невозможно. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok